Кандидатов покрасоваться на этой доске почета в Загорянской школе номер один пока точно нет. А начиналось-то все очень хорошо. В 2018 году школа попала в госпрограмму капитального ремонта объектов образования. Летом прошлого года начались работы. Но на сегодняшний день ситуация складывается так, что начало учебного года в этой школе опять откладывается. Контракт был заключен в мае прошлого года. Подрядчик приступил к выполнению работ. К ноябрю стало понятно, что подрядчик не успевает выполнить работы в срок. Стало очевидно, что качество и объемы работ оставляют желать лучшего. Мы продлевали с подрядчиком контракт. Он все равно не уложился ни в сроки, ни в объемы. Это некто ООО «Энергосервис». Ситуация остается болевой точкой в поселке Загорянский. В школе номер один 320 учеников. И пока они вынуждены учиться во вторую смену в Краснознаменской школе, что в паре километров отсюда. На место выехал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. Зашел в здание на несколько метров. Дальше нельзя, это попросту опасно. Специалисты рассказывают, что подрядчик, приступая к работам, не провел экспертизу здания 42-го года постройки. А оно оказалось аварийным, хотя на глаз это определить было сложно. Администрация округа заказала ряд экспертиз, потребовала от подрядчика провести работы в рамках гарантийных обязательств. Но он демонтировал уже сделанное и бросил объект. Сбежал, да. Фактически он сбежал, да. То есть мы взаимодействовали, мы активно призывали и к совести, и к чести. Я уже не говорю о том, чтобы не нарушать бюджетное законодательство. Но, тем не менее, подрядчика мы сегодня здесь не видим. Просто освоили 70% денег, вывели и реагировали до конца не захотели. Мы шансы давали. Сейчас правоохранительный блок уже занимается. Решать проблему затянувшегося ремонта Загорянской первой школы пришлось уже новой команде администрации. Был размещен муниципальный контракт на проведение работ по усилению конструкции здания. И вот на днях на объект выходит другой подрядчик, который уже положительно зарекомендовал себя в округе. СК «Молния», которая строит школу в микрорайоне Жигалова. О том, что выход найден, Андрей Булгаков рассказал пришедшим на встречу родителям загорянских школьников. Заверил, что возобновить занятия в школе постараются как можно скорее, раньше установленного срока. Глава взял ход работ на личный контроль. Еще надо потерпеть, будет, все услышано. До первой четверти. Реальные сроки. Реальную, я говорю, первую четверть. А так срок до, ну официально у нас по дорожной карте до декабря. Но мы будем все максимально делать, чтобы открыть сразу после каникул в школу. Ирина Микеда, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.